Всем-всем огромный привет! Очень рада приветствовать вас на моем канале! У нас новый влог! Ура! Я сейчас иду по своим делам. И смотрите, сегодня снова вещи от сайта Shein. Вот такая ветровочка, она очень легкая, с красивой вышивкой, красивого розового оттенка. Также со мной сегодня вот такая сумочка. Это сумка от магазина Mango, красивого такого серо-голубого, я бы сказала, цвета. Очень классная сумка. Мои джинсы новые от Topshop и кедики. Вот так я, кстати, сегодня выгляжу. Кстати, по поводу джинс, штанов и так далее, я на самом деле не очень люблю их носить. Конечно, у меня это все есть, но я могу вам сказать то, что я отношусь к любителям платьев и юбок. И, честно говоря, для меня всегда непонятно, когда девчонки говорят о том, что им неудобно в юбках и в платьях. Я вообще не понимаю, как это возможно. Мне, если честно, в джинсах и штанах менее комфортно и менее удобно, нежели в платье и в юбке. Особенно я обожаю юбки, сочетать их с различными блузочками, кофточками. То есть юбки, это прям моя тема, и мне лично в них гораздо комфортнее, чем в любых, даже самых удобных джинсах. Смотрите, какую прелесть я приобрела сегодня, опять же, в своем любимом магазине «Порядок». Это вот такая маленькая миниатюрная дощечка. Вообще, это идет как подставка под горячее. Вот такого она небольшого размера. Там еще была в коричневом цвете, но мне больше понравилась эта беленькая. Тут очень прикольная надпись, которая приводится, если хочешь завтрак в постель, спи на кухне. По-моему, очень мило и забавно. И так интересненько смотрится. Можно просто использовать ее как такой декоративный элемент. Ну и, конечно же, по прямому назначению ставить туда что-нибудь горячее. Вообще, кстати, все, что вы можете видеть вот на этой композиции, ну, практически все, за исключением вот этой подставки, приобретено в магазине «Порядок». На самом деле, я очень люблю этот магазин. К сожалению, в моем городе не так много магазинов, где можно приобрести какие-то интересные вещи для интерьера. Но «Порядок» это один из таких магазинов. Там всегда очень много разного декора, особенно для кухни. Я очень люблю такие вещи, милые интерьерные штучки. Кстати, напишите, как вы к ним относитесь. Я считаю, что они все-таки должны быть в квартире, но только без перебора. Благодаря вот таким различным интерьерным деталям, скажем так, вы можете менять настроение своей квартиры, своего жилища, там, кухни, комнаты и так далее. Также это придает индивидуальности и, конечно же, уюта, если вот эти вещи подобраны правильно, со вкусом, скажем так, сочетаются между собой. Вот, в общем, они добавляют какую-то изюминку в вашу квартиру. Я очень положительно отношусь, но, конечно же, нужно не перусердствовать, чтобы не было чувства захламленности, то есть, чтобы у вас не было все заставлено вот такими интерьерными деталями. Нужно, конечно же, знать в этом меру и подбирать все, скажем так, со вкусом, с душой, именно чтобы отлично подходило к вашей квартире. Вчера была на маникюре, сделали новые ноготочки. В этот раз вот такие, очень нежные, кстати, короткие. Цвет классный, нежный, смотрится очень красиво. В последнее время я устала от длинных, и уж тем более ярких ногтей, захотелось вот такой милоты, нежнятинки. Как вам, кстати, такая вот форма? Они очень похожи на мою натуральную форму от природы. Лично мне очень даже нравится. Вот, и на второй руке тоже. Вторая рука у меня поврежденная из предыдущего влога. Кто знает, я вам рассказывала, что очень сильно порезалась, вот уже заживает. Я только что вернулась с работы домой, заодно заходила за своим заказом от Фаберлик. Давайте я вам покажу, что в этот раз у меня тут есть. Первое, это снова я заказала гель для душа, в этот раз вот такой, мицеллярный. Далее, первый раз решила заказать в Фаберлике бритву. Здесь три штучки. Написано, что она с добавлением алоэ. Не знаю, попробуем. Далее, вот такой аромат Каури Бамбун. Я заказываю его уже не первый раз, у меня этот аромат был. Мне он очень нравится. Сейчас, чуть позже я открою, покажу вам флакончик, как выглядит. Далее, вот такая новиночка от Фаберлик. У них появились дезодоранты. Дезодоранты. Ну, не знаю, может быть не новинка, но раньше я, по крайней мере, их не видела. Вот, решила попробовать, хотя я не очень люблю дезодоранты-шарики, но решила попробовать. Посмотрим. Конечно же, журнальчик, как всегда. Посмотрим, что здесь интересно. Кстати, Сати Казанова на обложке. Это же она, по-моему, она. Так, далее. Это краска для волос. Купила ее для своей мамы. Оттенок светло-русый. Я вам уже как-то рассказывала, наверное, много раз, постоянно говорю, что она берет краску только в Фаберлике. Ей очень нравится цвет, долго держится. И у нее, конечно же, есть седина, потому что моей маме 48 лет. У нее есть седина, и она отлично закрашивает седину. Дальше футболочка. Сейчас тоже вам ее покажу. И очки. Кстати, да, в Фаберлике новинка. Новые очки. У них и до этого были разные аксессуары и очки в том числе. Но вот сейчас новая коллекция. Там в этой коллекции новые вот эти очки, которые я заказала. Также там еще были две другие пары очень красивых очков. Одни такие цвета розовое золото с розовыми линзами. И другие серебряные с голубыми линзами. Очень модно и стильные. Но, к сожалению, они были разобраны. Поэтому мне достались только такие. Они, видите, идут в таком чехольчике. Чехол достаточно простой, но тем не менее приятно, что он есть. Потому что, если, может быть, даже не в сумке носить, то хотя бы хранить эти очки будет очень удобно. И вот такая вот модель. Кстати, по поводу очков. Они также были очень хорошо упакованы. Они были в пакетике. Все дужки были в пакетиках. Сами очки были в пакете. Просто я уже их открывала, уже смотрела. Поэтому пакетов уже не осталось. И так, конечно, все упаковано очень хорошо. Можно не бояться, что очки будут какие-то поломаны или еще что-то. В общем, вот такая модель. Такие вот они пластиковые. Такие тигровые, да, они коричневые. Кошечки, можно так сказать, форма у них. Мне, в принципе, нравится. Единственное, что мне не очень нравится, вот этот оттенок золотого. Он такой желтоватый. Мне как бы не очень такой цвет нравится. Но смотрятся они неплохо. И мне они подходят. И еще мне в этих очках понравились линзы. Хотя они обычные пластиковые. Но они как-то приятно на глазах ощущаются. И приятный такой цвет дают окружающему миру, скажем так. И очень комфортные глазам. Вроде как там какое-то специальное покрытие. То есть, действительно, очки очень комфортные. Вот даже, допустим, если какие-то дешевые, там, китайские приходят с Алиэкспресса, или еще откуда-то с каких-то китайских сайтов, они, конечно, не такие. Здесь, несмотря на то, что линзы пластиковые, они все-таки как-то получше. Действительно, глазам очень комфортно. Поэтому попробуйте. Может быть, вам тоже понравится. В общем, пытаюсь их тут одной рукой как-то открыть. Вот. Вот такие очень классные очки. Мне кажется, они достаточно стильные. Не знаю, напишите, кстати, как они вам. Футболочка, кстати, вот такая. Тоже она идет из новой коллекции. Я взяла в размере 42. Это мой стандартный размер одежды. 42-й. И, кстати, если будете брать эти футболки, они сделаны из стопроцентного хлопка. Здесь написано, очень приятный материал. И также еще берите именно свой размер, потому что футболка уже сама по себе довольно-таки широкая. То есть иногда, знаете, я, например, беру в каких-то магазинах футболки на размер больше, специально для того, чтобы они смотрелись более свободно. Потому что я не люблю, когда футболка в обтяжку. Мне кажется, это как-то смотрится очень, ну, как-то не модно, что ли, не стильно. А когда она более такая свободная, смотрится лучше. Но именно это, если будете покупать, то заказывайте именно свой размер, потому что уже изначально модель довольно-таки широкая. Очень приятная она такая, конечно, надо погладить. Вот, желтенькая полосочка, также там еще голубая была, и, по-моему, розовая. Вот, и по поводу парфюма, вот такой у него флакончик, пузыречек. Ну, достаточно милый, такой симпатичный, обычный, лаконичный пузырек. Мне нравится этот аромат на лето. Он отличный, такой легкий, травяной, ненавязчивый. В общем-то, попробуйте. Кстати, он еще достаточно стойкий, долго держится, по крайней мере, на мне. Говорю вам то, что вот уже второй раз покупаю, и мне нравится. Вот так очки смотрятся на мне. Может быть, немножко большеваты для моего лица, но в целом мне нравятся. Они очень легкие, как я уже сказала, комфортные, поэтому буду их носить. Сегодня пятница, это, значит, последний рабочий день. Решила себя немножко порадовать, и на ужин заказала себе вот такую порцию ролл. Это обычная Филадельфия XL, то есть такие большие кусочки, и вот такие обычные роллы с тунцом. Я обожаю тунец в любом проявлении, так же, как и роллы с угрём, с тунцом я тоже очень сильно люблю. Так что буду сейчас кушать. Собрала сегодня свою посылку от H&M. Сейчас хочу ее открыть, и покажу вам, что я заказала. Там всего буквально две вещи. Одна для дома, другая для меня. Здесь у меня идет вот такая корзина плетеной ручной работы, и брюки. Корзинка вот такая, она чуть меньшего размера, чем та, которую я покупала в Икеа, и такие же корзинки есть в Икее тоже, и вот в H&M Home. Есть два размера. Одна поменьше, вот которую я взяла поменьше, и также побольше. Взяла ее для второго своего цветка. Не знаю, дома померю, посмотрю, как будет смотреться. Возможно, придется возвращать, потому что мне что-то кажется, как-то она будет низковата. Но посмотрим. Может быть, я оставлю, что-нибудь другое можно будет хранить. Но если что, всегда можно вернуть, так что это абсолютно не проблема. Вот, и такие корзинки есть, как я уже сказала, в Икее, в H&M Home. Насчет за рукам не знаю, я не видела там такие, но на Алиэкспрессе тоже таких корзин очень много. Единственное, что, конечно же, с Алиэкспрессу нужно долго ждать. Поэтому, если вы ждать не готовы, то можно купить вот в таких магазинах. И вот такие брючки с лампасами по бокам. Они укороченные. Здесь вот такой разрезик. Мне очень нравятся такие брюки. Классно смотрятся с джинсовкой, с различными футболками, с белыми кедами. Будет очень-очень классно смотреться. Кармашки здесь есть. И у меня размер 36. Вот такие клевые брюки. Вот, кстати, тот самый цветок, Замиакулькис, для которого я и заказывала эту корзинку. И, кстати, она очень даже подошла. В принципе, горшок не сильно из нее, скажем так, торчит. Я думала почему-то, что он будет выше, чем корзинка, но нет. В целом подошло, поэтому менять и отправлять обратно не буду. Оставлю так. Мне очень нравится, когда вот такие вот всякие кашпо или корзинки используются для цветов, когда не просто обычный горшок, а именно вот так. Мне кажется, так более стильно и интересно смотрится. Вот штаны тоже померила. Отлично подошли. С лампасами, с кармашками. На мой взгляд, очень прикольно смотрится. Сегодня у меня день небольшого шопинга. Решила погулять по магазинам, по торговому центру, что-нибудь себе присмотреть. Может быть, что-нибудь куплю. К сожалению, мой шопинг сегодня не задался. Я ничего из одежды не смогла себе выбрать и купить. Как-то ни на что не упал мой глаз, скажем так. Ничего особо не понравилось. Но зато я зашла в магазин Sun Life. Кстати, напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно, как вы вообще относитесь к этому магазину. Лично мне нравится этот магазин. Там очень много красивых украшений. Огромный выбор. Именно разнообразие украшений меня и подкупают в этом магазине. Насчет качества. У меня есть украшения из этого магазина. И лично у меня они хорошего качества. Я некоторые из них постоянно ношу. Например, сережки, которые я ношу практически каждый день. И они как новые. Я уже ношу их больше года. Поэтому качества претензий лично у меня нет. Поэтому в целом мне этот магазин нравится. Но я знаю и противоположные отзывы. Поэтому будет интересно ваше мнение. Давайте я вам покажу, что я приобрела. Мне дали в подарок вот такую подвеску. Конечно, она не натуральная. То есть это даже не серебро. Такая вот подвеска Sunlight. Но она симпатичная, красивая. В принципе, ее можно носить на серебряной цепочке. И я купила себе два колечка. Не смогла устоять. Они были по акции. Вот такие два очень классных, красивых колечка я купила. Мне они безумно понравились. Давайте начнем вот с этого. Оно двойное. Видите, как будто бы такое обручальное. Вот. Очень красиво блестит. Это кольцо. Оно серебряное с фианитами. Вообще это одно кольцо, но выглядит как два. Мне очень нравится. По мне оно просто безумно классное. Покажу, кстати, сейчас его на пальчике. А второе кольцо вообще, как по мне, очень интересное и оригинальное. Оно тройное, состоит как бы из трех колец. Вот это, которое серебристое, это тоже настоящее серебро с фианитами. А черное это керамика. Я уже очень давно хотела себе какое-то кольцо из керамики. Именно черной керамики. Оно очень стильно смотрится. И здесь два вот таких колечка из керамики. Одно просто гладкое, другое вот такое граненое. Очень интересное кольцо. Прям здоровское. Кстати, по поводу размеров. Вот это кольцо идет размер 16,5. Потому что у меня вот на этом безымянном пальце как раз 16,5. А вот это колечко почему-то 17 размера мне подошло. Ну, как мне объяснил продавец-консультант в магазине, что это идет как бы, ну скажем так, на размер больше, чем у вас есть. На самом деле это особенность фирмы. Вот это именно Sunlight марка, а это какая-то другая. Но вообще я точно знаю, что вот на этом пальце у меня кольцо, размер кольца 16,5, потому что вот это помолченное кольцо, которое мне дарил муж, оно размером 17. И как видите, оно мне большевато прям так достаточно. Но я все равно его ношу, не хочу его уменьшать. Вот. Вот таким образом смотрится первое колечко. Очень красивое. Я буду носить все кольца именно на вот этом безымянном пальце, потому что, честно говоря, на других пальцах мне абсолютно не нравится, как выглядят кольца, и на других пальцах я не ношу. То есть у меня нет такого, что обязательно на этом пальце нужно носить только кольцо помолвочное там или обручальное, то кольцо, с которым ты выходил замуж, если ты замужем. Я считаю, что какой хочешь, такой кольцо носить и можно. Ну, на других пальцах я не могу носить, мне неудобно. Я постоянно эти кольца меняю, разные ношу. Кстати, которое именно свое замужнее, скажем так, обручальное кольцо, я вообще его редко одеваю, ну, как бы, не знаю, я не вижу в этом ничего такого. Мне нравится носить именно вот на этом пальце. Ну, и вот это я тоже буду носить на этом пальчике. Честно говоря, возможно, кто-то скажет, что оно бы лучше смотрелось на среднем пальце, но я тоже мерила на среднем пальце. Честно говоря, мне было неудобно. Я не могу, как я уже сказала, носить на среднем пальце кольца. Мне просто-напросто неудобно. А вот на этом мне очень нравится. Вот. Такое оно, конечно, немножко массивненькое, к нему нужно привыкать, но это кольцо, возможно, не на каждый день, но оно очень красиво смотрится. Вот. Мне оно прям очень нравится. Напишите, как вам. В общем-то, да, вчера у меня вот такой был не совсем удачный шоппинг, ну, из одежды вообще ничего не купила. Сегодня уже рабочий день, иду на работу, и я в таком легком длинном платье-рубашке от SL Lyra, бренд. Очень оно красивое, женственное. Вот так выглядит. И, кстати, вот еще надела кулончик, который вчера подарили от Sunlight. Ну, по-моему, он очень миленько даже смотрится. Здесь, кстати, такие разрезы еще есть. В общем, прикольное платье-рубашка. Сейчас нахожусь в примерочном магазине. Я взяла несколько футболочек и хочу их померить. Вот такая, вот такая очень прикольная, черненькая. У нас еще понравилась вот такая забавная. Смотрите, какая прикольная. В общем, сейчас померю, посмотрю. Кстати, у них хорошие составы. Котик, футболочек, хлопок. Вот, в итоге я все-таки решила взять стилену вот такую футболку. У нас сейчас просто дикая жара. Вот, мы вышли погулять с собакой родителей. Сейчас я вам ее покажу. Ее зовут Джулия, это Пекинес. Поздравляю вас с подписчиками, Джулия. Жарко очень, даже собаке жарко. Видите, сами язык высовывают. У нас где-то 30 градусов жары. Собака хочет пить. Ну что ты? Я тебя лью, а ты ж ты зря кушешь. Показывается наш парк. У нас тут фонтан. Открывается лето. Это достопримечательность нашего небольшого городка. Больше развлечений у нас тут особо нет. Ну, хоть что-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!